Привет, друзья! Сегодня будет очень полезное видео для тех, кто хочет установить свой автомобиль Parktronic, который изначально с завода не предназначен был. Для этого в магазине Drossel.ua я прикупил паркувальный радар с функцией подключения камеры. А это значит, что к этому устройству можно подключить видеокамеру заднего вида, и при приближении преграды у нас будет не только звуковой сигнал, но и видео, и картинка с камеры. Значит, давайте распакуем. Я уже распаковывал, примерял, потому что мне нужно было просверлить отверстия под вот эти вот датчики. Значит, вот так всё выглядит. У нас 4 датчика, следовательно, 4 отверстия я просверлил. Блок управления вот такой, куда всё нужно будет подключать. Вот все датчики ABCD, дисплей также можно будет подключить, аудио и пауэр. Вот такой вот двухсторонний скотч, чтобы это всё приклеить в любое удобное место. Это все места для подключения камеры и дисплея, я так думаю. Да, видео, вот, выходы видео. Это у нас аудиосигнал, то есть, по идее, пищалка та самая, которая будет сигнализировать о приближении преграды. И также провода для подключения плюс-минус с предохранителем уже установленным. Предохранитель у нас на 3 А. Вообще такой маленький, лёгенький предохранитель. А самое крутое, что здесь была вот такая вот коронка в наличии для того, чтобы просверлить отверстия под вот этот размер. Именно коронка под этот размер. Это очень хорошо, очень удобно. Нам не нужно никуда ехать и искать. Где-то всё дело нам купить, чтобы высверлить эти отверстия. Просто взял вот эту коронку, одел на шуруповёрт. И перед покраской я уже просверлил отверстия, чтобы после того, как бампер у нас будет покрашен, не коцать краску и всё выглядело у нас более-менее аккуратно. Значит, 4 отверстия мы прокинули. Сейчас снимаем бампер, устанавливаем парктроники и протягиваем это всё дело до блока управления. После всех этих действий и начнётся дальнейшее подключение, о котором я обязательно вам расскажу. Друзья, а также я хотел бы вам напомнить, что самый главный спонсор, который мне позволяет восстанавливать эти проекты, компания 1xBet. Здесь при огромном желании можно подняться, делая прогнозы на спорт. А если при регистрации указать кодовое слово гараж, можно получить до 6000 рублей бонусов на первое пополнение. А ссылку и кодовое слово вы можете найти в закреплённом комментарии. Используйте динамометрический ключ. Что ж, друзья, второй день продолжает с работы. Вчера занимался помимо парктроника подключением проводки. Вот здесь практически всё прокинут. Но это не окончательный вид, не хочу так всё оставлять. Скорее всего будет фальш-панель какая-то, на которую будут крепиться все усилители. Их будет 3 штуки. Потому что сейчас один сверху, один там и ещё третий на сабвуфере. Вырежу в СОСБ вот такую вот панель, чтобы она заглушивала багажник, отделяла. И туда всё аккуратно протяну, повешу, всё зажму, чтобы провода вот так не висели, потому что так не годится. В общем, сейчас подключаю всё это дело к блоку. Посмотрю, куда его можно максимально протянуть, потому что провода, как видим, не сильно длинные. Около 2,5-3 метров. Даже, скорее всего, меньше. И если отсюда, через вот это отверстие протягивать, то оно довольно-таки далеко можно утянуть. То вот здесь у нас практически 1,5 метра теряется из-за того, что провода практически все одной длины. Значит, сейчас подключаю, протягиваю максимально в салон, куда можно установить. Скорее всего, возможно, даже оно будет стоять и на фальш-панели, которая у меня в будущем будет. Затем звуковой сигнал, вот этот, он длинный. Примерно вот в эту часть его протягиваем, чтобы у нас он был где-то посредине. Потому что дальше смысла нет тянуть, проводов и так слишком много будет в машине, чтобы сильно не колхозить. Здесь аккуратненько, недалеко протянем. А плюс и минус нам не нужен постоянный, потому что в том случае, если мы подключим постоянный плюс, то у нас будет всегда работать парктроник, всегда будут включены датчики. А нам нужно это делать тогда, когда машина заведена, когда провернули ключ, запустили автомобиль, и начинаем движение, чтобы только тогда датчики работали. Также ещё съездил домой, взял одну прикольную штуку. Сейчас вам покажу. Это у меня вот такие вот стробоскопы. Сегодня их также установим, подключим. Здесь также всё просто. Плюс-минус, релюшки уже все встроены в этой кнопке. Кнопка включил, и начинаем моргать. Либо же просто их включаем, и у нас они будут освещать, как дневные ходовые огни. Посмотрите на эту пластину. Точно такая же вспышка в фотоаппарате, только в фотоаппарате раз в 10 поменьше. А здесь две, вот такие вот огромные. Вы представляете, как оно ярко будет? Значит, подключаем парктроник, и потом переходим к установке этих стробоскопов. Итак, пока частично прокинул проводку. Сдатчик у нас находится здесь, мы его там под низом панели прикрепим. Провод идёт к блоку распределителей. Вот блок, подключено всё. Здесь мы имеем блок, конечно, немножко в пуш-сале, потому что провода лежали в этом кармане. А этот карман, как вы знаете, весь пуш-салом промазан. Кстати, я думаю, закрепить этот блок где-нибудь под подкрылком, вот там, под обшивкой. Решил пойти грамотно, и минус с плюсом взять от фишки стопорей. Получается, у нас красный плюс, это включение задней передачи. Потому что парктроник нам нужен тогда, когда мы сдаём сзади, чтобы не врезаться в преграду, если она у нас там установлена. Получается, если включить парктроник, чтобы он всегда работал от ключа зажигания, вдруг на светофоре, либо в городе, в потоке, когда машина к нам будет близко приближаться, это всегда будет пищать, реагировать. А это вообще ни к чему, потому что в движении как бы видно, где машина, насколько она приближается. И если тебе догонят, то в любом случае парктроники здесь никак не помогут. А вот когда сдаёшь задом, особенно во дворах, ночью, вот как раз тогда они и нужны. Значит, давайте сейчас я плюс-минус присоединил, ну, точнее, плюс вот так накинул, минус в минусовую фишку сейчас вставлю. Пойдём включим заднюю скорость и посмотрим, на каком расстоянии они начинают свою работу. Так, зажигание включили. Задняя скорость у нас стоит. Сейчас подходим к парктроникам. Давайте отойдём подальше. Вот примерно 2 метра от меня до машины. Начинаем в 1,5 метра. Вот, 1,5 метра первый сигнал был. Ещё ближе. Сигнал начинает очищаться, это приближение к преграде. И когда вообще вплотную, это всё у нас начинает сигналить. То есть вот мы ходим, парктроники у нас действуют. Уходим с поля действия, парктроники перестают действовать. Сейчас обратно возвращаемся, опять начинают идти сигналы. Вот такой вот одиночный сигнал, это до преграды ещё около метра. Когда мы на полметра приближаемся, начинает вот так вот быстро всё пикать. Это где-то полметра, может чуть больше. А если сигнал начинает вот так просто пищать, это очень близко до преграды. Как видим, всё у нас работает. Теперь нам остаётся запрятать провода, сделать это всё под обшивкой, аккуратно. И можно заниматься остальной проводкой. Кстати, отдельно к этому парктроника ещё подключается видеокамера, которую нужно докупать отдельно. Поэтому видео про подключение камеры и про установку зеркала с экраном заднего вида будет немножко попозже. Потому что сейчас нужно основное по внешке собрать для того, чтобы отдать машину на полировку уже буквально через 3 дня. Поэтому сегодня устанавливаем, подключаем всё самое основное, которое у нас снаружи автомобиля. Ну а после полировки уже будем собирать внутренности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спрятал я уже парктроники. Получается, вот здесь этот блок находится. Если мы поднимем кожух, вот, всё вот так аккуратно. Провода скрутил вместе со штатными, запрятал. Ничего не мешает. И в салонном пространстве также минимум провода. Вот, единственный один провод идёт от парктроника, который на саму пищалку. Также уже успел сделать для автозвука удобную штуку. Это вольтметр вот такой. Это я перетянул, думал, красиво будет. В общем, некрасиво. Буду шпаклевать, потому что вот здесь уголки немножко подрезал. В общем, когда нужно, оно будет у нас включено. Когда нет, выключено. Карпет сегодня сниму, зашпаклюю и покрашу в чёрный пластик. Вот примерно вот такой, как и наши нижние панели. Теперь переходим к подключению стробоскопов. Вот какие места для них я подобрал. Здесь всё равно эта часть от десятки. Именно в десятках здесь крепится решётка радиатора. Поскольку у нас решётка радиатора крепится на бампере, эта пластина здесь абсолютно бесполезная. Эту часть отрезал я. Здесь вот сейчас просверлим отверстие. Здесь уже есть отверстие. И сюда идеально становится стробоскоп. И когда мы устанавливаем бампер, у нас они получаются именно в том месте, где верхняя решётка. Конечно, можно было ещё купить парочку, поставить снизу. Но я думаю, что два стробоскопа нам полностью с головой будет хватать. Тем более для чего и каких целей я купил, я ещё не знаю. Возможно, какое-то будет дополнительное освещение. В очень тёмных местах, там в лесу ехать. Щёлкнул. И стробоскопы, по идее, должны хорошо освещать. Но это не точно. В общем, сейчас сверлю отверстие, устанавливаю. И уже потом буду подключать, проводить кнопку вот эту в салон. Где-нибудь мы её спрячем, наверное, под торпедой. И уже снова будем переходить к сборке наружной части. Нужно нам сегодня ещё накладки на пороге поставить. И думаю, что уже всё-таки нужно завершать с салоном, собирать его окончательно. И собирать переднюю часть для того, чтобы поехать в малярку на полировку. Ну что ж, друзья, как мы видим, я уже подключил. Всё работает. Опять же, всё на черновую для того, чтобы убедиться в работоспособности. Значит, что мы имеем? Включатель. Включил, выключил. Потому что без этого включателя у нас они не работают. Значит, включаем включатель. Загораются. Нажимаем эту клавишу. Переходит режим мигания, мерцания. Вот такой вот режим, типа полицейская, либо скорая. Вот такой режим, в котором сразу же две мерцают. Очень такой яркий свет. Всё-таки классная штука. Думаю, не зря установил её. Очень ярко горит. Можно использовать, я думаю, как дневные ходовые огни. Пока что сегодняшними доработками я очень доволен. Сейчас продолжаю прокидывать проводку в салон. Это всё аккуратно заведу, установлю. И уже будем переходить к сборке салона. Будем ставить на место пороги. Потому что всю новую проводку, которую я собирался прокидывать в приору, мы уже прокинули. Поэтому пластик салона уже можно ставить на свои места. Ну, в общем, всё. Пороги я уже установил. Естественно, зазоров сейчас нет. Так что на это не обращаем внимания. С этой стороны также всё у нас установлено, закручено. И получается, установил вот сюда кнопку. Но по-другому просто никак не вывести. Если сюда, то слишком видно, в глаза бросается. А вот снизу оно как раз не мешает. Включил, выключил стробоскопы. И меняем сигналы. Значит, сейчас остаётся перегнать машину в тот гараж, залезть под яму. Решил прокинуть силовой кабель всё-таки под машиной, чтобы не было наводок. Потому что я уже попробовал, вчера подключил, послушал. Были небольшие наводки. Поэтому других путей мы не имеем. Как только кинуть силовую проводку по днищу автомобиля, как раз по бороздке, там есть бороздка специальная, куда этот провод отлично ляжет. С тяжками это всё закрепится. И будет держаться просто отлично. Потому что под днищу газовые патрубки проходят. Также проводка для датчика газа. И ничего страшного с этим не происходит. Поэтому силовой кабель, тем более он толстый, в змеиной оплётке, его перебить очень сложно. Я топором даже не мог его перерубать. Так что перегоняем приору в соседний гараж. И продолжаем заниматься. Как раз до завтрашнего дня она там будет стоять. И с завтрашнего утра сразу же начинаем делать выхлоп, сваривать, переваривать и делать новые крепления. Сегодня уже второй день. Прокинул вот так вот проводку вместе с остальными проводами. Сюда также вот это всё дело прокинул аккуратно. Очень много стяжек в это место сделал. И сделал вот здесь отверстие для того, чтобы пропустить сюда провод. Сейчас всё нормально туда заходит. Но с этим немножко повременим. Потому что сейчас мы будем откручивать полностью всю выхлопную систему от начала. И вот наш раздвоенный выхлоп лежит. Его мы будем сегодня удлинять. Потому что здесь вот эта часть стукает об балку, когда машина загружена. И поэтому нам нужно её продвинуть вперёд хотя бы сантиметров на 10. Чтобы это крепление было хотя бы вот на этом месте. Ну вот примерно 7-10 сантиметров. Также здесь нам нужно укоротить, обрезать. Ну и переварить всё это дело. И потом уже будем переваривать крепление на самом глушителе. Вот эти одно и там второе. Для того, чтобы поднять его ещё выше. Потому что у нас здесь всё уже прорезано. Ну наверное ещё бампер нам нужно будет немножко вверх подрезать. А так в остальном всё у нас хорошо. Ничего не мешает. Для того, чтобы хорошо смотрелись насадки, которые здесь будут стоять в бампере. В общем-то сейчас этим и будем заниматься. Как что-то у нас уже получится. Включусь покажу. Какой результат. С каким выхлопом у нас останется наша приора. Ну что ж, друзья. Как уже соскучились за этим видом. Двойной выхлоп. Мы его утопили немножко вверх в бампер. Ещё здесь у нас будут такие специальные накладки. Чтобы это всё не выглядело вот так вот кустарным способом отрезано. А чтобы выглядело как заводское. Конечно, я видел в продаже, что они бывают хромированные. Но я думаю, если мы окунём их в крот, хром слезет. Если там будет чёрная поверхность, мы оставим её. Если белая, то покрасим в чёрный матовый цвет. И сюда у нас скотч 3М всё это дело представим. Послушайте, какой крутой звук. Давайте сейчас я поболчу. А теперь давайте послушаем с газом. И дым практически равномерно распределяется, когда на холостых. Когда газую, я ещё не видел, не знаю. Кстати, да, это не дым, это пар конденсат. Дым тогда, только когда ты заводишь первый раз, когда машина долго простоит. Поэтому после сборки всей внешки нам нужно будет поехать на СТО, к мотористу, чтобы поменять сальники клапанов. Все говорят, и я тоже так думаю, что это дело из-за них. Ну, а там, если что-то будет, выработка какая-то, если нужно будет капиталить, тогда будем капиталить. Если не нужно ничего будет делать, тогда собираем обратно, меняем то, что необходимо. И ездим, наслаждаемся. Ну, а так, в принципе, работа тихо, ровно. Троений никаких нет, всё нормально. Думаю, что именно сальниками-клапанами я и отделаюсь. Ну, хотя бы я надеюсь на это. Так что, вот такая вот у нас сегодня серия получилась. Всё, что было на сегодня запланировано, мы сделали. Завтра снова приезжаю в гараж, собираю внеш. Получается полностью всю переднюю часть, бампер. И едем тогда в малярку, полируем машину, поставим на место капот. Также, я думаю, что успеем ещё и полностью салон собрать. Затем, как машина выезжает с полировки, мы едем на химчистку, химчистим салон, едем на развал, устанавливаем новые диски. И, в принципе, машина уже готова к езде на каждый день. Так что, всем спасибо за просмотр. Ещё впереди куча всего интересного, крутых серий. Так что, подписывайтесь на канал, если не подписаны. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...